Девятиэтажный дом уже совсем близко, танки работают по нему практически прямой наводкой, но по последней информации бойцы правого сектора, бойцы батальона АЗОВ занимают нижние этажи и поэтому освободительная операция продолжается. 100 метров до девятиэтажного дома и здесь мы находим два автомобиля украинской армии, вот обозначение, машины брошены, видимо автомобиль получил серьезное повреждение и бойцы были вынуждены покинуть это место. Давай двойка, пусть перекрывает у нас от девятиэтажки. Видишь цель, цель, видишь, буршка два. Вот этот дом, вот этот дом, первая этажа это вверх. Начинаю работать, лети. Пожалуй, можно назвать эту операцию уникальной. Это первые бойцы Донецкой Народной Республики, которые вошли в данный микрорайон города Углегорск. Это самый центр. Пока не ясно, будут ли сейчас отвечать или реагировать на нас бойцы правосемстрия вооруженных сил Украины. Но можно сказать однозначно, что со взятием этого квартала и данного здания город Углегорск полностью будет за Донецкой Народной Республикой. Пожалуй, начинается самая сложная фаза зачистка девятиэтажного здания и этого квартала города Углегорска. Второй подъезд, второй подъезд, другая группа, бойцы, первый подъезд, второй подъезд. Мое подразделение, задачу выполнили. Подразделения, которые здесь воевали вместе с нами, такие как Спарта, такие как 1-й батальон 3-й бригады и прочие подразделения, задачу выполнили. Первые этажи, это вверх.